Леночка проснулась. Её уже ждёт вкусный завтрак, но сначала нужно умыться. Утренний туалет проводят перед первым или вторым кормлением. Хотя график ежедневных процедур можно составить свой. Главное, чтобы маме и ребёнку это было удобно. Утренние процедуры проводят на пеленальном столике. Застеленном чистой пелёнкой. Хорошо, если всё, что понадобится – кипячёная вода, стерильная вата в закрывающейся банке, салфетки и детский тальк – будут стоять рядом. В комнате достаточно тепло, и поэтому мама раздевает Леночку. Воздушные ванны отлично закаляют, реже появляется потничка и опрелости. Умывание начинаем с обработки глаз. Ватным диском, смоченным в тёплой кипячёной воде, протираем глазик от уха к носу. Для обработки каждого глаза используем новый ватный тампон. Очень часто дети реагируют на фуруцелин и на ромашку. И может мама поиметь потом аллергическую реакцию в виде конъюнктивита, сыпи какой-то. То есть мы не можем. Я никогда не рекомендую промывание глаз ромашкой или фуруцелином. У младенцев узкие носовые проходы, которые часто засоряются. Поэтому обрабатываем носик скрученным ватным жгутиком. Мама смачивает его в детском косметическом или вазелиновом масле. Для удаления корочек жгутик нужно прокручивать. Вот так. Мы не советуем лезть туда палочками. Единственное, если ребёнок спокойно лежит и не реагирует на нас никак, тогда можно ещё палочкой засунуться. А так, в общем-то, лучше прочищать жгутиками. Обязательно нужно осматривать кожу за ушками. В этом месте часто появляются опрелости. Наружный слуховой проход также обрабатывают не палочками, а ватными жгутиками. Причём не стоит стараться достать поглубже. У новорождённых барабанная перепонка находится близко. И кожа очень нежная. Неосторожным движением легко травмировать. У здорового младенца ротовая полость особого ухода не требует. Тем не менее, в ротик лучше заглянуть. Слизистая во рту должна быть чистая, влажная, розового цвета. Если мама увидела какой-то налёт, налёт начинает приобретать густой налёт, который вот видно невооружённым глазом, значит, это уже начало идёт молочницы. Мама может просто снять марлевым тампоном, водой кипячёной, вот этот налёт. Но если он густой, тогда нужно обратиться к врачу. А содовым раствором? Содовым раствором можно 2-процентным. Готовится содовый раствор 2-процентный. Чайная ложка пищевой соды на 250 грамм воды. Он готовится ежедневно. Особое внимание нужно уделять коже малыша. Все складочки при потливости обрабатывают детской присыпкой. Её насыпают на руку, а затем распределяют по коже ребёнка. Для профилактики и лечения опрелостей подойдёт вот такой специальный крем. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова